Мы прибыли на север, это самая северная точка, где обитает снежный баран. За северным полярным кругом у арктического побережья Якутии расположен Хараулахский хребет. Не так давно российские ученые определили снежных баранов, обитающих на этой территории в отдельный подвид. Эти особи отличаются от якутских, камчатских, охотских, корякских, колымских и чукотских снежных баранов. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется на север Якутии в компании легендарного Эдуарда Вендерского. В составе экспедиции клуба горных охотников они произведут учет поколовья и добудут генетические образцы нового подвида. Впереди три дня познавательной, интересной, природосберегающей охоты. За три дня мы насчитали 176 животных, которых мы увидели. Будем пытаться как-то скоростно подойти. Все, дружба кончилась! Все, на три дня дружба закончилась! Трофейная охота на Хараулахского снежного барана. Это путешествие начинается с прилета в поселок Тикси, административный центр Булунского улуса Республики Саха. Этот поселок городского типа находится за полярным кругом на берегу одноименной бухты в море Лаптево. Тикси – самый северный порт России. Навигация здесь длится менее трех месяцев. С июня по сентябрь речной пассажирский теплоход «Механик Гулебин» успевают делать за навигацией всего семь рейсов, после чего порт сковывается льдом почти на девять месяцев. Полярная ночь в поселке длится 67 суток. С 19 ноября по 24 января. Полярный день продолжается 86 суток. С 10 мая по 3 августа. С 2021 года Клуб горных охотников совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, совместно с коллегами из Якутии разработал программу по изучению и сохранению хорлакско-снежного барана. Основной целью программы, как я и говорил, это изучение этого ресурса, его сохранение и, безусловно, рациональное использование. «Сколько населения в районе?» «8 с половиной тысяч. В районе?» «Да, в последние 5-20». «Снежному барану не уделялось тут должное внимание». «Две позиции разные. В республике получается. Да, в республике два разных барана. Это якутский баран и наш бар у вас. Важно, чтобы здесь, на окраинном севера Якутии, в Тикси, в том числе благодаря возможности проведения трофейной охоты на этого барана, создались новые дополнительные экономические стимулы. Назвать Тикси местом туристической привлекательности крайне сложно, но трофейщики, они, знаешь, они как заложники той игры, в которую они играют. То есть, если этот баран ходит в рейкинг, тем более международный, он хочет, не хочет, сюда приедет». Клуб горных охотников разослал информацию о том, что российские ученые сделали такое открытие во все ведущие, авторитетные европейские и международные клубы. Ряд кулубов, в частности клуб «Ковес» американский, уже ответил нам о том, что они готовы включить этого барана в качестве отдельной рейтинговой позиции в свой список. «Мы подготовим за этот период различные образовательные программы для населения, в том числе, чтобы люди, с одной стороны, знали, ценили, что такой ресурс есть, но, с другой стороны, создать условия экономические, при которых люди получают какую-то выгоду от этого». «Сюда могут прибыть охотники, которые купят билеты для того, чтобы долететь до Якутска, купят билеты, чтобы с Якутска прилететь в Тикси, будут останавливаться в гостиницах, будет какая-то дополнительная экономическая жизнь кипеть в этом регионе». «Ну и, само собой, это охрана, финансирование охраны, потому что барканерство и изъятие, что же ради мяса, уникального такого животного, когда это не ничьё, это, соответственно, будет просто уходить, истребляться, можно сказать». «Полёт до базы составит около 40 минут». «Климат в этих местах суровый, арктический. Морозы немного смягчают море. Средняя температура января составляет минус 37 градусов Цельсия. Июля и августа самых тёплых месяцев всего плюс 7. Уже в первой половине сентября приходит климатическая зима, и кончается она только в середине июня. Круглый год здесь возможны заморозки. Каждое лето случаются короткие, но жаркие периоды с температурой более 25 градусов Цельсия. Новый подвид снежного барана обитает исключительно на территории Харуалахского хребта. Мы прибыли на север, это самая северная точка, где обитает снежный баран. Уникальный край, своеобразная природа. Она характерно отличается от средней полосы Якутской республики. Можно сказать, будет научная экспедиция. Ну, в том числе, само собой, мы совместим это с природосберегающей охотой. Для меня это будет седьмая позиция в рейтинге КГО, в рейтинге в международном офисе по баранам. Его ввели буквально недавно, два года назад, эту новую позицию. Ну и, соответственно, мы протапливаем новые маршруты для трофейных охотников, охотников, как российских, так и международных. Якутия! Я очень рад, что мне удалось пригласить Сергея Мазуркевича в эту экспедицию. Все, дружба кончилась! Понятно! Все, конфетки врозь! На три дня дружба закончилась! Я впервые с ним вместе в горах. Каждый сам за себя! Он известный охотник, очень хороший стрелок, приятный собеседник. Попозже нам все расскажем, пока сейчас разобьем лагерь. Оперативно, чтобы пока светло, у нас было время поужинать и обследовать, может быть, территорию, осмотреть. Как Эдуард говорит, видели, уже барана сверхторета. Каркас? Камер? Вот что, черт! Это место оленбаза для оленеводов. Называется Саыр. Охотников пока здесь встречаем, потом дальше пойдут в горы. Помимо пеших передвижений, на этой охоте будет задействован транспорт. Эти гусеничные вездеходы отлично подходят для сложных условий тундры. Легко справляются с пересечением болотистой местности, преодолением оврагов, а также с форсированием горных рек. Время и условия позволяют провести пристрелку. Порох новый, лучше проверить, чтобы завтра поувереннее быть. Тот же калибр, тот же карабин. Я его хорошо вычистил, просто убрал медь, все убрал. Надо было дома, конечно, массово скинуть. Первый ниже ушел вообще на 3 сантиметра. После чистки основательность, оно пуля ниже ложится. Пока все масло, все уберется. Второй выше, а третий уже. Именно в десяточку. Ровно ребята уедут поставить на 800. Должно работать корректно. Помощь, вот сделаю, вот посмотрите. Все отлично, отлично. Хотелось бы на километр, но на километр просто очень неудобно здесь 800. Но 800 покажет все погрешности и скорости, и все. Костро, его надо калибровать всегда. Если калибровку не делать, то ветер не сможете прочитать. Направление не выдаст, поправки по ветру. Нам это ни к чему. Мы пропадем и без пристрелки. Ушли? Да, мы отъехали, можно открыть огонь. В красном или где? Последний. Чуть-чуть все равно выше. Чуть-чуть выше. Насколько выше? Левее и выше она. Выше. Сейчас посмотрим. Пять тарелок. Еще на дайте. Что за столы делали? Потом чай. Долго в коробку попал. Ну и отлично. Коробку попал, это уже радует. Здесь, в базовом лагере к Сергею и Эдуарду присоединяются еще два охотника. Каждый из них также приехал за Харулахским снежным бараном. Огромная, дикая территория позволяет эффективно проводить совмещенные охоты. Это удобно еще и потому, что сезон в этих местах достаточно короткий. Маршрут сейчас устанавливаем на счет завтрашней охоты и сообщим, сколько вездеходов будет, кто с кем будет ехать. И тут нужно поставить подпись. Вон, вчера вас ждали. Там бараны? А вон там, получается. О, нифига себе. Почти весь день. Все проснемся. 6.30 завтрак. 7 часов собираемся, 7.30 завтрак. Примерно так. Так, кофе, овсянка. Все как мы любим. О, горяченький, сейчас застынет, выходим немножко. Так, прийдем. Брюки в порядок. Так. Ой, нехороший будет, да? Вот сюда. О, хорошо, как. Каша. Ой, вкусная каша. Такая. Один тегер и один побольше боя. А, ну тогда нормально. Потому что у меня карабин тяжелый. Еще пару охранников ему надо выбить. Есть. Станция у вас с регулируемой частотой или нет? С экраном или фиксированной частотой? Там вездеход есть, ага. Там каналы есть. Связь. Чего-нибудь нет. Первое дело. Нету связи, чем стоять. Нас так учили. Через полчаса взошло солнце, и туман рассеялся. Все рации были настроены на необходимые частоты. Можно было выдвигаться на охоту. Все, первая, вторая группа. В этих диких краях связь и навигация действительно играют важнейшую роль. Сбиться с пути или банально заблудиться в тумане на этой огромной территории проще, чем кажется. Охота только начинается сегодня, первый день. Техника нам помогает. И зона осмотра будет достаточно большой. Мы заложили на охоту три дня. Температура здесь плюс 12 в солнышках. Комфортно очень. И хорошая видимость. Баранов пока мы не видели. Уже через 30 минут движения на вездеходе заметили первых медведей. Это была самка с двухлетним медвежонком. Медведица с медведем. Как-то надо их убирать. Но охота только начинается, мы еще медь не будем. Еще до начала охоты участники обсудили вероятность встречи с медведем. Медведей очень много. Тут три медведя было. Пару дней назад. Если встретите медведя, стреляйте. Я же объяснял. Они по этносу не стреляют его. Но его становится все больше и больше. Его надо регулировать. Популяция очень большая в последнее время. Листензия есть. Мешает произведению домашнего скота оленя. А местные не стреляют его? Вообще мясо не едят. Только желчь берут. И закапывают. Так просто так не стреляют. Как бы священное что ли. С медведем у народов Якутии связан целый культ. Свод правил и запретов. Ему предписываются сверхъестественные качества. Во всех диалектах якутского языка медведь называют иносказательно, несобственным именем. Лесной, черный, старик, князь леса, великий зверь, господин и так далее. Такое особое отношение это и почитание, и поклонение, и страх. Численность медведя в этих краях никак не регулируют. В результате популяция хищника существенно возросла. У организаторов на руках есть лицензия на добычу этого хищника. И если охотникам встретится крупный самец, желательно будет произвести его отстрел. Охота такая оригинальная. Такой самоходный вездеход. Все хорошо, только много тепла и гари. Спустя 40 минут команда сделала очередную остановку. В 100 метрах от вездехода замечен взрослый медведь. В бинокле он был очень такой достойно крупный самец. Огромная плотность медведя в якутии. Догоним сейчас. В начале охоты было принято решение, что если видим крупного самца, то убираем его. Ну, куда не денется он. Ну, вот уже третий медведь, здоровый такой самец. Дистанция была метров 200. Потом отбежал на 580 и влез. Черный скрылся в лесу. Сейчас за деревьями. Не видно. Не видно, плохо видно вообще. Надо, наверное, так и будет идти туда. В лесу? Да. В последние годы на территории Якутии участили случаи подхода медведей к населенным пунктам. Это связывает с ростом популяции животного, неурожаем ягод и лесными пожарами в республике. Охотник долго пытался высмотреть его среди деревьев. Наконец, между елок появилась косматая морда. Забирь также наблюдал за охотником. Дистанция уже 330 метров угона клона плюс 6 градусов. Первое же пули положил. Второе пули добил, то что медведь крупный для подстраховки. Во-первых, не убежал, во-вторых, без каких-либо сюрпризов. Так, что могу сказать? Здорово, Мишка. Да, здоровый. 334 метра. Можно сказать, полтора часа охоты, но трофеи уже есть. Медведь, но нам нужно обязательно барану взять. По рассказам бывалых, барана здесь много, плотность высокая. Ну и, как везде, мы видели и на Камчатке, здесь проблема медведя. В том числе и на Кавказе. Но он и гоняет. Он, понятно, догнать не может. Может быть, старого больного может замять. Гоняет и оказывает прессинг. Баран, скорее всего, уходит на высоту или уходит туда, где вот нет кормовой базы. Ну что, пойдем посмотрим наш трофей. Игоря сейчас спускают. Надеемся, что ожидания по габаритам и трофейным качествам будут оправданы. хорошее. Он супер большой. Вот для якутии. Хороший. Здоровый самец. Большой, да. Нормальный для самца. Старый же самец. Хороший трофей. Хорошая шкура. Самец за 10 лет. Все как задумано. Все пока идет как должно быть. Игоря свежевали медведей и забрали с собой шкуру. А его тело предали земле. Охотники продолжили движение вверх. Несколько раз они останавливались и наблюдали за группами из самок и ягнет. Среди них не было полувозрелых самцов. Они сейчас сдержатся отдельно и станут примыкать к стадам только с началом гона в конце осени. Местные бараны кажутся совсем не шуганными. По крайней мере самки и ягнета. Замечая человека они иногда остаются на месте. И после пары минут наблюдений спокойно начинают пастись. Очередная остановка. Команда разделяется. За обнаруженной группой выдвинется второй охотник с егерем. Все, доехали до ареала питания барана. Сейчас бешая охота. Спустя половину часа была обнаружена группа из шести самцов. К сожалению, ни один из них не выделялся своими трофейными качествами. С этой позиции открывался отличный вид на противоположный склон, где второй охотник и егерь двигались по гребню в направлении группы из пяти самцов. Вот тут спрятался. Вот такой хороший. Я бы стрелял бы. Вот один девять лет где-то будет. Что один там стоит, не видно. Пусть потихоньку идут, а может, они почувствовали их. Еще ветер от них к ним. Охотники двигались максимально осторожно. Тем не менее, животные почувствовали опасность и ушли. Скорее всего, они услышали шум камней. Охотник все же предпринял отчаянную попытку добыть убегающего рогача. Второй. Опа, вышел. Безрезультатно. вот это их лежки. Они так выкапывают копытами и ложатся. Вот здесь их много. Они меня не заметили. Один вот вот с таким методом. Ага. 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 К лежащему на склоне барану удалось подойти на 60 метров Только после этого зверь почуял неладное и вскочил Он не был трофейным самцом Во время привала довелось наблюдать за очередным крупным медведем Он спокойно лакомился ягодами у подножия горы Он característил финансового центра Да, да, два. Ага, я думаю. Мы в Тагнарике, где мы в Тагнарике, где мы в Тагнарике, где мы в Тагнарике. Да, 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 да. Троих увидели. Они в ту сторону, и они за ними идут уже. Наверное, догонят, а может, нет. Сейчас вот в ту сторону поднимемся, и вот по тропиночке пойдем, и выйдем на гребень, и по гребне пойдем. Будем смотреть в ту сторону. И вот потихонечку в обратное направление пойдем. Как только Медведь заметил людей, он незамедлительно скрылся. Для первого дня охоты ходили очень много. Видели несколько групп снежных баранов, но ни одного трофейного самца в них не было. Видели все маленькие сегодня, да? Да. Походили их так, поразминались. Да, я ноги немножко уже начал. Уча идти вечером. Утром уже тяжело было. А то, ну, сразу пойти, завтра уже не что-нибудь. Вечер легко. На осенье прошли. Пять километров. Пять? Пять километров. По возвращению в лагерь оказалось, что команда Эдуарда также не добыла барана. Только самки были. Вам так же не повезло, как и нам. Да. Пару часов можно скоротать на рыбалке. В реке неподалеку от лагеря водится крупный хариус. Речка называется Харулах. Прямо ком сразу впадает в море, на море. Ну, в основном тут хариус уводится. Черные, большие, линьков, тайменей. Пока, к сожалению, не удалось поймать. Но хариус у нас здоровый. Мы увидим. На нашей земле это первая рыбалка нахлостом, потому что здесь все увлекаются только спиннингом. Никто тут не рыбачил нахлостом. Вообще. Никогда в жизни. Ну, надо отметить, что я абсолютно новичок в этой истории. Я только учусь. Строго не судите меня. Вот как сумею здесь. Если в охоте я понимаю, где там бараны видите, то здесь надо знать места. Обычно перед перекатами стоят же. Да. Ожидают иду. К сожалению, ловля нахлостом не удалась. Удилище положил. Слышу такое. Кто-то что-то сделал. Саша наступил. На удочку? На удочку. И все. Ты ему деликатно так сказал. Саша, ты не прав. Ну, я вообще промолчал. Как ты? Потому что у меня не было слов. Оказывается, дорогостоящее удилище, способное выдерживать экстремальные нагрузки, легко переломывается пополам под легкой ногой увлекшегося оператора. К счастью, у игре был спиннинг. И дело пошло. Контакт. Надо поднять. Опа. Вот, раздаться делать. Все, сервис. Харьев. Здоровый, красивый. Добрый. О, плавник красивый, смотрите. Здорово. Поздравляем. Нахвост не получилось, конечно. Наступил на удочку и сломал. И даже один раз не сумел закинуть. Ну, ладно. Будем осваивать рыбалку на спинниках. Надеюсь, ты этот кадр не выжишь. Катя вчера три штучки поймала. Ну, Екатерина. Она сейчас действующая чемпионка. Красивая речка Харулах. Здесь шикарная рыбалка на хариуса. Крупный хариус. Где-то по 400-450 грамм. Ну, вот, буквально, да, минут 20, да, три штучки поймал. Вот, Сергей. Тут течение слабое. Вода чистая. Нормальных размеров у нас мелких. Что-то вообще не видать. Только большие у нас водятся. Можно мышкой порыбачить. И сразу атакуют. Она думает, мышка переплывает в речку. Вот она вот поверху плавает, потом пропадает. Десятая и одиннадцатая сорвалась. Здесь уже весна. Второй день. Ждем бездехода. Сейчас будем на новое место переезжать. На том месте мы видели достаточно много самок и ягнят. Но это не наш случай. А вот за рекой там ожидается более трофейные инцепляры. Сегодня день, завтра день на охоту отвели три дня. Торопиться она медленно, осознанно подойти и ответственно к трофею. Все-таки у нас природосберегающая охота. Крик жаловался на вчерашний день. Мы взяли хорошую, очень хорошую, я считаю, мишку для якутских регионов северных. Крупный. Скорее всего, это не местный, а прыщевый медведь. Таких крупных медведей якутия не ожидает. Обычно они небольшие, с учетом суровых климатических условий и не столь насыщенной кормовой базе, как на Камчатке. Но он был добыт на этой территории, соответственно, считается местным. До нового места команда двигалась долгие два часа, преодолевая горные речки и крутые овраги. Будем надеяться, что сегодня нам подвернется подходящий экземпляр по трофейным качествам, и мы его сумеем взять. На одной из вершин охотники заметили одинокий силуэт. Это был явно трофейный самец. Надо проехать и вот в руку подняться, да и все. Сейчас еще все-таки тепло. Гнус достает барана. И всех самцов, которых мы замечали, они старались находиться в верхней части горного массива. И после утреннего кормления ложиться на ветреную часть, там, где гнус его не достает. Практически все самки с ягнятами находятся в нижней части. Вот там, где зеленая растительность, где вода есть. Вот характерное поведение животных в этот период. У подножья горы случилась неожиданная встреча. На собаке был ошейник. Не знаю. Не знаю. Проблема с собакой. Ну что это, здесь пастухи бывают? Оленеводы, да? Давно здесь не повыли. Штурмовать гору начали в 8 часов утра. Через 30 минут были на полпути к вершине. Везде ходи видели на хребте барана. Но с правой стороны хребта стадо самок с ягнятами. Это набрали высоту. Будем с левой стороны обходить понемногу. Потому что баран скрылся на левую сторону. Но с правой стороны, если мы пойдем, самки нас увидят, начнут бежать, стучать камнями. Станцы точно сорвутся, уйдут. Соответственно, надо будет скрадываться как-то по левой стороне хребта. Делать подход. Где-то отсюда, с этого места, метров 500 ориентировочно. Самец вроде на вид был крупный. Хотя дистанция 2,5 километра. Бинокли было видно. Соответственно, трофейный экземпляр. Будем пытаться как-то скоростно пройти. Здесь один большой минус. Что ж, камни. Такие, они прям звонки. Если наступаешь, этот колокольчик сыграет. Соответственно, это будет сигнал. Как вчера, мы видели, как бароны его учуяли. И, скорее всего, запах, потому что не должны были услышать. Ветер был слева направо в их сторону. Понятно, что они сорвались. И стрелять там было, в принципе, невозможно. И еще через 40 минут охотник оказался на гребне. Внизу два барана лежат. Но они очень крупные. Мы все равно пытаемся все-таки этого посмотреть. И еще вернемся сюда. Наконец, искомый баран обнаружен. Он, видать, перебежал на другой склон. Он был абсолютно один. Подход осуществили быстро, аккуратно и практически бесшумно. Он нас не заметил. Мы тактически-то подошли. Он что-то, видать, слышал, что шорох идет от нас. Настраивались. Он успокоился и, по сути, начал уже на лёжку ложиться. Охотник подготовил винтовку и занял позицию для стрельбы. Дистанция до барана составляла 414 метров. Угол наклона – минус 21 градус. Готов. Да. Харулахский баран добыт. Кеша, Кеша, прием. 414 метров. Угол наклона – минус 21. Харулахский баран. Не выдающиеся. Наверняка, рога. Где-то 8-9 лет. Хочу отметить, что баран здесь, конечно, отличается. Вот все-таки суровые условия севера, они сказываются. Все говорит о том, что барану здесь достаточно тяжело. Рог более тонкий. Он менее длинный. Крупных самцов не видели. Жара. Он куда-то, видать, забился, все-таки, где ему попрохладнее. Спасибо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, зачетный. Зачетный. Средний возраст баранов, который мы добывали здесь, как раз 9 лет. Что говорит о том, что, наверное, и средний возраст жизни барана здесь, на Крайнем Севере, ограничен. Ну, в таких суровых условиях, они до 10 лет вряд ли доживают. И по этой причине он один был. По критериям местности, он старик. Это вот сюда вот попал. Видишь? Да, наискосок. Первое попадание вообще на гуко было. Второе выстрел не надо делать было. Но оказалось, что промах и справа, потому что прошило и склеск был. Справа. И второе выстрел, извините, немножко левее взял и стрелил влево. Какая база. Но так как здесь севера, рога длинные, не растут. Отощавшая собака, встречная ранее, прибилась к кигирям. Осталась загадкой, откуда она и как оказалась здесь. Одна, без хозяина. Наверняка ее история весьма интересна. Жаль, что собака не может ее рассказать. Молодец. Для уточнения систематики подвида необходимо взять образец ДНК. Белый материал берется чистым ножом, кончиком. И помещается в такую пробирочку. Важные условия, чтобы руками не трогать. Биоматериал помещается в контейнер и закрывается. Потом сболтает, чтобы она пропиталась спиртом. Генетические материалы отправляются на анализ вместе с сопроводительной запиской. В ней указаны координаты места добычи, возраст, особи и другие данные. Для нас это особого труда, никого не составляет, для охотников, для горных. А для науки это неоценимый вклад. Потому что, вы представляете, что надо сделать, чтобы организовать экспедицию и взять биоматериал. Задействованы сотрудников, много ведомств министерств. Вписывать командировочные. Отстреливать образно же. А тут, вроде как, мы участвуем в трофейной и природосберегающей охоте. Благодаря трофейной охоте есть финансирование, есть охрана, есть хозяин, который бережно относится к своим охотугодиям. Мне очень приятно, что он добыл великолепный трофей девятилетнего барана. Молодец! В какой дистанции стрелял? 414. 414? Молодец. Генетику взял? Получил очередные зачетные баллы в рейтинге клуба горных охотников. Я добыл шестилетнего барана. Взял генетику. И видно, что даже у шестилетнего барана рога не очень сильно развиты. Все говорит о том, что барану здесь достаточно тяжело выживать, но все-таки мы видим животных очень много. Он справляется с этими трудностями и благополучно развивается эта группировка, эта популяция в природе. Задача выполнена. И можно провести оставшийся день в лагере. Сейчас вот посюда поднимаемся и будем искать баранов. Пусть нам повезет. Тем не менее, было решено выйти на охоту с другой группой. Помочь охотнику, который еще не добыл свой трофей. Мы идем вот так, поэтому решили вот так. Поиски в этот раз начали прямо от базы. Добро его, извиняюсь, погода. Матумана, холодно будет. Спустя несколько часов движения по холмам обнаружили трофейного самца. Мы сейчас замерим угол нагона, и все остальное попадет. Произвели тактический подход на дистанцию 208 метров. Сделали все необходимые расчеты. И одним точным выстрелом добылись снежного барана. Отлично. Перезарядить еженера. Контролируйте его. Просто контролируйте его. Контролируйте его. Готов все мясо не потем. Поздравляю вас. Пять, шесть, семь, восемь лет. Девятый год ушел. Сегодняшним утром наша испедиция подходит к завершению. Это была научная испедиция, совмещенная с трофейной природосберегающей охотой. Так как мы ввели в учет поголовье, пришли к единому мнению, что плотность в присутствии барана, она удивляет. Мы работали тремя группами. Суммарно за три дня мы насчитали 176 животных, которых мы видели. В основном это самки с ягнятами. Мы видели четырех медведей. Много это или мало, но хищник это всегда проблема для барана. Поэтому, конечно, медведя надо здесь регулировать. Практически на всех склонах введены самки, ягнята. Крупных самцов нет, но это, наверное, связано с тем, что сильно теплая погода стоит, и крупный самец куда-то сдвинулся. Хочу отметить, что это конец августа. Это не период гона, когда животные все сконцентрированы максимально, когда их и проще найти, и проще добыть самцов. Хороший сервис. Ребята налаживают достойное сопровождение, грамотное. Игря работают с отдачей, стараются, учатся, спрашивают, что не знают. Ну и сами имеют хороший уже опыт, нарабатывают. Горная охота и рыбалка состоялась в севере Якутии. Охотничий клуб Осикат. Ждем гостей. Думаю, что это будет хорошая точка для трофейных охотников, для природосберегающей охоты. До новых встреч! Мы прибыли в Узбекистан. На этот раз присоединилась моя супруга, Алена, Новый годный охотник. Посмотрим, насколько фортовый. Кто же будет принимать участие в природосберегающей охоте? Еще 4 года назад здесь не было ни травы, ни животных диких. На сегодняшний день легко насчитать 200 маркуров. У нас на все про все выделено 3 дня. Надеемся, мы уложимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...